Уже с 1 июля учителя должны забыть о бессрочных трудовых контрактах. Такие изменения коснутся каждого, в особенности учителей пенсионного возраста. Перезаключать контракт придется каждый год. В случае несогласия администрация должна будет уволить пожилого преподавателя. Павел Виктор прошел путь от аспиранта до доцента и кандидата физико-математических наук. Физику в школе он преподает уже более 40 лет. На его счету любовь к публике, масса наград и званий. Но самая значимая заслуженный учитель Украины 2009 года. Опытный педагог хоть пока и не собирается увольняться, но считает норму дискриминационной. То, что произошло, это как бы холостой выстрел. Обидный для пенсионеров, но совершенно не помогающий системе образования, которая сейчас в глубочайшем кризисе. Никто не хочет идти работать в школу. Мы просто прошли, так сказать, горнило быть советским учителем, поэтому нас просто так не возьмешь. Сейчас в Одессе более 600 вакансий учителей разных профилей. Языки, точные науки, физическое воспитание, рисование. Молодым есть где работать, утверждают в Одесском департаменте образования. И опыт подтверждает наше наблюдение. Жилые учителя обижаются на то, что теперь к ним особое требование. Потому и уходят. Жилые учителя обижаются на то, что для нас это очень болезненный процесс. Потому что учители – люди, которые имеют достаточно высокий уровень особистой гидности. И если уже не заработная плата, то повага общества, я уверена, что они на это заслуговывают. Поэтому сегодня директоры в окременных школах, и я особенно знаю этих учителей, персонально вмовляют окременных выкладчиков все-таки пойти на подписание этого трудового договора, гарантующие в устной форме потом продолжение, потому что это действительно ценные кадры. Знак несогласия с парламентским ноу-хау, некоторые учителя отказываются подписывать новые контракты. А отказ раз в год подписывать этот документ означает добровольное увольнение с работы. Тебе нужно каждый год доказывать, что ты еще на что-то способен, что ты еще не акела, который промахнулся, что ты не корова, которая не дает молоко, и поэтому ее надо зарезать. Вот это, так сказать, моральная сторона вопроса. При этом прослеживается любопытная тенденция. Чем меньше поселок, тем крепче учителя держатся за свою работу. Альтернатива в провинции невелика. В условиях карантина они старательно разбирались с новыми платформами и перестроили свое сознание с учетом новых реалий. Вообще старшие поколения приноравливаются, хотят работать, приноравливаются, и поэтому все делали для того, чтобы хоть как-то минимально дать какие-то знания детям. Дефицит кадров, поэтому у нас все держатся за свое место, рабочие, и такого нет. Впрочем, держаться изо всех сил за рабочее кресло не всегда полезно. Павел Виктор, недавно получивший серебряную кнопку Ютуба, вспоминает. Именно один из карантинов несколько лет назад помог ему освоить новую платформу. Мера эта вынуждена и не всегда приносит удовольствие. Собственно говоря, и начал я записывать эти уроки, вот пять лет назад, или уже даже шесть, именно из-за того, что объявили в школе карантин. Впрочем, горячиться пожилым педагогам не стоит. Говорят, в горообразовании и отмечают. Размер заработной платы у тех, кто соизволит подписать контракт, не изменится. А деньги, как известно, лишним не бывают. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.